Мариинский посад сегодня превратился в большую праздничную площадку. В городе открыли сразу несколько социальных объектов – автостанцию и сельскохозяйственную ярмарку. Сегодня же морпосадцы рукоплескали бронзовые императрицы. Автовокзалы – своеобразное портфолио любого города. Пороги этих зданий гости переступают раньше, чем открывают двери местных музеев. Первое мнение о районе и его жителях у многих складывается именно здесь. Морпосадская гавань для автобусов теперь тоже заметно преобразилась. Вместо будки возвели современный центр. Для муниципального образования Морпосадского района и для жителей других муниципальных образований, и для гостей, которые будут сюда приезжать, уезжать – это очень значимо. Потому что создаются прекрасные, комфортные условия. Где построить автостанцию, инвесторы и власти решали долго. Поначалу предлагали не менять прописку, тогда бы новое здание возвели в исторической части. Но многие проголосовали за окраину. Неподалеку отсюда расположен частный сектор, рукой по дате до спортивного комплекса. Все эти здания находятся там в центре, надо дополнительно ехать, платить. С этой стороны плохо, с другой стороны красиво, удобно. У нас туалет был больше, чем вокзал. Поэтому сегодня вот это все, что есть, это заслуга вот этих замечательных дружинников. Спасибо за добрые слова, что на самом деле это отмечают. Пока помещения автовокзала украшены только фотостендами. Но уже скоро в этих залах появятся буфеты, салоны красоты и даже гостиница. Для удобства пассажиров обещают создать все условия. А в будущем с этих перронов автобусы будут выезжать и в Москву. Гостями постоянными в Мариинском посаде станут владельцы личных подсобных хозяйств. В городе сегодня открылась новая ярмарка. И уже в первый день развернулась бойкая торговля. Ярмарка до этого не работала, да? Ярмарка не работала до этого. Сегодня у нас открытие. Первое открытие. На Руси что-либо говорили. Что продается? Все продается. Овощи и фрукты, соленья и варенья, свежая рыба и даже украшения ручной работы. На этом рынке можно найти все. А в первое время селян обещают не пройдет денег за аренду площадей. Мариинский посад преображается с каждым годом. Местные власти делают все, чтобы завлечь в свои края побольше туристов. Теперь гостей, приплывших по Волге, будет встречать и памятник императрице Марии Александровны. Именно в честь нее был назван этот город. Деньги на установку скульптуры собирали и сами морпосадцы. Фамилии меценатов тоже решили увековечить на плите. Памятник построен на благотворительных взносах самих жителей и уроженцев. Это тоже очень здорово. Ибо мы, когда говорим, что финансовых средств не хватает, здесь люди взялись, появилась идея, реализовали эти идеи. И каждый турист, каждый житель теперь будет здесь приходить. Я уверен, и молодожены сюда будут приезжать, когда будут расписываться. И семьи с детьми будут приезжать, будут радоваться, любоваться. Памятник уже называют новыми вратами в город. Правда, лицом бронзовой императрицы все-таки обращено к жителям, а не к Волге. Туристов в Мариинском посаде пытаются удивить не только архитектурой, но и идеальной чистотой на улицах. Детский парк в городе тоже преобразился. Теперь на его территории не стыдно проводить масштабные мероприятия. Сегодня сюда пригласили поклонников спорта. Марпасадцы дружно и весело отметили День физкультурника. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова